это ад ребята потому что он 140 миллионов человек 17 миллионов квадратных километров одна шестая часть сколько у нас по моему примерно столько все еще и осталось и на этой одной шестой части всей суши на нашей планете земля один единственный усилитель блады ау да что ж ты горячий то такой один он так и называется один один единственный усилитель бладелиус шутки шутками а это действительно единственный усилитель марки бладелиус слыхали про такой который сейчас есть в доступности который можно послушать блин в относительно открытом доступе у нас в россии потому что наконец-то а блин эти аппараты к нам полноценно ребята привезли блин какой же он горячий это просто адская зверюга бладелиус слыхали про такого начнем как сюда из далека и так картинку в студию сейчас вы наблюдаете этот скромный аппаратик сделаны в швеции и это усилитель примаре а 10 мой первый первый в моей аудиофильской биографии усилитель как бы немножечко хоть чуть-чуть хотя бы там с намеком на хаэнд за который заплатил собственные деньги который был сделан тем самым человеком по фамилии бладелиус ну схемотехника этого усилителя по крайней мере который сделал вот эту зараза ужасно горячую зверюгу старые прожженные аудиофилы знают эту фамилию и знают даже этот бренд я так думаю но тем не менее если кто-то вдруг забыл или пропустил я рассказываю итак бладелиус на самом деле это на самом деле фамилия бладелиус да вот эта фамилия как самовар в воду упал кажется что я не знаю вроде как он по национальности швед но какой там швед блин бладелиус у них там все фридраксоны расмусоны и тому подобное бладелиус это очевидно что наследник тех самых римских легионеров наверное даже центурионов которые гнали галлов до самого балтийского моря и потом перегнали вы их еще за него туда в эту самую блин швецию что-то меня понесло да а так вот я хотел еще второго великого персонажа после себя конечно привести в качестве иллюстрации того какой вклад внес человек по фамилии бладелиус в во что в нашу реальность да потому что стив джобс друзья мои и его знаменитая стереосистема с электростатами и усилителями трэш-холд как он назывался здесь не синтезис а стазис до стазис и блин к ним этот самый бладелиус тоже имел отношения короче говоря в целом вы можете забить просто в интернете майк бладелиус погуглите найдете всю эту историю но я пройдусь по хайлайтам чтобы просто вы понимали что мы ведем речь не просто о чем-то да ё-моё да что ж ты такой горячий то он зараза в классе а работает потом так об этом позже короче бладелиус человек реально легендарный это несмотря на такую какую-то фамилию которая кажется абсолютно придуманный она на самом деле настоящий это один из великих разработчиков до сих пор живущих на нашей планете великих разработчиков аудиотехники которые действительно сказали свое отдельное особое слово в аудиофилии потому что майк бладелиус работу над усилителями трэш-холд марк левинса классе теми же примары я уже правильно говорю не праймер примары неважно и конечно у него есть собственный блин нет здесь уже не такой горячий собственный бренд дай блин вот здесь горячий а собственный бренд под названием бладелиус который он появился буквально позже все это его прекрасные истории со всеми великими брендами то есть только в 1997 году по нашим временам не так давно и конечно слушайте там есть абсолютно вот эти вот классические истории как в английских романах 19 века в 13 лет гениальный мальчик сделал свой первый усилитель ну конечно когда еще скажите спасибо что не все на самом деле он его сделал в 13 когда он закончил школу он поехал на каникулы в соединенные штаты америки в калифорнии и там что он сделал мальчик приехал на каникулы после окончания школы позвонил не кому-нибудь от нельсону пассу легендарному нельсону пассу который тот самый трэш-холд и послав да вот великий разработчик усилителей американских позвонил ему сказал чувак я тут это усилители делаю 13 лет я офигенный поговорим они встретились траливали телетели в итоге чем это закончилось тем что нельсон пасс ушел делать свою собственную компанию пасс лапс а майк бладелиус стал главным разработчиком трэш-холда того самого да усилители которого сделаны нельсоном пассом были у стива джобса и по той же самой великой схемотехники майк бладелиус продолжил разрабатывать эти усилители трэш-холд господи боже короче несмотря на все мои шутки прибаутки да но реально это владелиус живой гений он до сих пор с нами он вот главный разработчик владелец своей фирмы и продолжает все делать имя его не зря выгравирована выфрезерована на передних панелях вот таким вот полусантиметровой глубиной на этих его аппаратах ну собственно говоря и вот блин вот в этом усилители это друзья мои их флагманский интегрированный полный то бишь блин усилитель то есть не самый дорогой он стоит всего лишь навсего лям 300 ну точнее лям 200 собственно стоит усилитель а еще 150 тысяч дополнительные модуль фонокорректора которым я скажу отдельно но в общем за лям 200 вы сможете взять идеальный аппарат это я забегаю вперед конечно есть еще более дорогие раздельные компоненты типа предусилители мощники несколько и тому подобное есть и более дешевая линейка действительно но это вот такая абсолютная ультимативная классика под названием один хотя он называется здесь один хотя у американцев кстати принято писать через ай один или нет как они пишут другой стороны какая разница как пишут американцы потому что эта штуковина сделана в швеции и весит больше чем полцентнера как вот это в передаче сельский час сколько центнеров комбикормов или что там у нас азим их взошло опять же насчет цены до миллион с хвостом миллион двести ну вот по нашим временам я хотел был сказать ну то есть было ты приходишь и думаешь ну что там сейчас аудиосистема за сколько миллионов да не за сколько всего лишь миллион с хвостом это по нашим временам вообще ерунда а уж для северной европы это вообще ни о чем потому что усилитель за лям 200 на наши деньги ну что это слушайте у них наценка на мерседесы там больше ста процентов представляете себе то есть купить усилитель за такие деньги для нормального там шведа или норвежца но это как не знаю обогреватель в гараж поставить что же касается название всей этой скандинавской мифологии то я не буду читать о ней лекцию потому что что-то очень многие любят так называть свои аппараты окей вы все знаете про родина и так и без меня блин да и какая разница как называть было этот усилитель можно было его назвать просто модель 1 миллион двести тысяч ничего бы не изменилось ну потому что зараза просто потому что в нем два тороидальных трансформатор вот здесь стоят каждый по 1600 вольт ампер при том что аппарат выдает на 8 ом 400 ватт мощности а на 4 ом 800 ватт красиво да и при этом всасывает из сети больше трех киловатт и не давится вот это я понимаю как правильно сконструирован усилитель про показатели выходной мощности да есть на самом деле опять же да на 8 400 ватт на 4 ома 800 это удвоение мощности при падении импеданса это на самом деле поведение идеального сферического усилителя в вакууме ну вот каким он должен быть на бумаге и в принципе сделать его можно как выяснилось быть можно хотя очень мало кто делать насколько я понимаю потому что просто чтобы обеспечить вот такой вот энерговооруженность ну затрат на создание блока питания такой вот с таким запасом просто очень много никто так не делает даже за такие деньги ну а майк владелиус конечно делает потому что он понимает как должен работать настоящий усилитель и вот смотрите два тороидальных транса на ротель которые специально сделаны о чем написано на них да для компании владелиуса они мотаются в швеции нигде нибудь там мне кажется что только они весят ну тянут килограмм на 15-20 вместе да плюс не забываем про два ряда гигантских радиаторов на которых стоят ребята по 20 транзисторов на канал выходных уля-ля-ля-ля-ля ну и плюс конечно еще собственно говоря шасси и корпус из цельнолитых алюминиевых фрезерованных плит по сантиметру толщиной ну и в результате вот и получается 60 килограммов живого веса для людей которые считают соотношение мощности и веса я считаю что этот усилитель конечно будет прямо топчик в этот момент смена кадра склейка и друзья нужна же драматургия да я же вот сейчас накручиваю я подвожу я говорю о том какой великий разработчик о том как невероятно сделан этот усилитель да я как бы накручиваю сейчас вы должны прийти к тому насколько он велик насколько он прекрасно играет но нет драматургия должен же быть конфликт должна же быть драма и поэтому мы вроде бы уже поняли что это идеальный усилитель но есть одно но даже в нем есть одно но нахрен его сделали я не понимаю но тем не и значит в этом аппарате есть встроенный это полный усилитель да то есть в нем есть предварительная секция есть и конечный к и так далее коммутация сигнала балансные входы входы на рца в том числе есть встроенный фонокорректор это опция в данном случае он есть встроенный фонокорректор в усилителе почти за полтора миллиона рублей сразу я говорю окей вот марк ливенсон самый недорогой который у меня есть который пол ляма стоит в котором есть фонокорректор с переключением на мм и mc и с настройками мне кажется по 16 что ли параметром да усилитель за полтора ляма офигительные сделаны в швеции в котором есть фонокорректор без настроек и это только м блин да за что ж ты такой горячий то и это только мм фонокорректор причем дело не в том что это мм фонокорректор без настроек слушайте есть куча хэндных фонокорректоров которые никак не настраиваются просто офигенно работают как например у яр значит этот аппарат то есть как опция этот фонокорректор стоит типа 1150 чтобы его сюда встроить это было бы неплохой фонокорректор если бы он стоял усилители тысяч за 300 до но если у вас вертушка подходящая по классу к вот этому усилителю то этот фонокорректор вообще ни о чем ну то есть вы по любому будете использовать внешний если он будет стоить там 200 300 тысяч он уделает как тузе грелку то что встроено в этот аппарат зачем здесь вообще эта опция я не знаю ну может быть и поездена на первое время еще что-то но короче говоря друзья между нами то есть он опять же не то что он плохой он просто никак не соответствует классу самого аппарата сразу вам скажу поэтому фонокорректор здесь нифига не нужен вы все равно при таком классе оборудования поставите внешний который будет стоить те же самые полляма и вы когда получите величие в звуке с винила а здесь ну как бы ну просто звук с винила зачем это нужно делать не знаю все вычеркиваю потому что должны быть хоть какие-то недостатки у этого аппарата ибо честно вам скажу транзисторный усилитель 400 ватт на канал на 8 ом 60 килограммов и это один из лучших транзисторных усилителей которые я вообще в своей жизни слышал за любые деньги мне кажется я раза три в этом бложике так говорил и обычно об усилителях за три ляма вот честно мы слушаем очень много аудиотехники владислав и уже слух мягко говоря натренирован объективно вот прямо вам скажу вот когда ты включаешь систему 15 секунд первых звуков все понятно тебе все понятно и если есть какие-то неровности или что ты ты дальше слушаешь чтобы выяснить где плюсы где минусы что не так что так и тому подобное здесь ты включаешь вот эти 15 секунд тебе понятно больше выяснять просто ничего понимаете эти 15 секунд они закрывают всё если вы давно искали усилитель к своим колонкам которым вы не могли найти усилительную часть которая их бы раскачала это он если вы ищете универсальный усилитель который бы работал с разными акустическими системами вне зависимости от их конструкции если вы ищете усилитель который можно купить 1 раз и на всю жизнь это зараза тоже он это от 2 раза естественно мып экспериментировали с разной акустикой и очень показательная история произошла с колонками proag это одни из топовых колонок про которые здесь стоят, английские, классические. Мы снимаем сейчас в магазине Nota Plus, в их хорошем, прекрасном шоуруме с хорошей акустикой. Кстати, крайне рекомендую, это вообще-то сейчас старейший магазин Hi-Fi в Москве. Если вы ищете именно что, серьезный топовый Hi-Fi, чтобы послушать, ходите сюда. Это была неоплаченная реклама. Короче, эти колонки Proac, я слушал здесь несколько лет, именно эту модель, с очень разными усилениями. Я с ними встречался, то есть я их использую как референс. То есть ты с ними включаешь, ты все понимаешь. С лампой, со супер мощной лампой, с разными транзисторами, такими-сякими, американскими, английскими, там, я не знаю, немецкими, совсем подряд. Так вот, никогда до сих пор, до того, как мы включили их с этим усилителем, я не слышал, чтобы они играли настолько, ну как это сказать, до конца. То есть ты понимаешь, все, вот, ты слышишь, вот, ты слышишь, как они на самом деле должны играть в идеале. И эти колонки, отмечу, стоят больше трех миллионов. Этот усилитель стоит миллион с чем-то. И это как раз вопрос о том, что, ну вот, в этой вот ценовой категории, когда мы переходим за вот эти вот, блин, шесть нолей, уже совершенно не принципиально, какая цифра перед этими нолями стоит. То есть вот этот усилитель Золя, он раскрывает колонки за трилем. Если вы подключили к ним, я думаю, что там какие-нибудь, блин, безумные маджики, Wilson Audio и тому подобное, которые будут стоить там 10 миллионов, 20 миллионов и тому подобное, да, это не важно. Этот аппарат из них выжмет то, что нужно, потому что и по возможности контролировать акустику, ее раскачивать, и по прозрачности, блин, да, шо ж ты такой горячий, класса, чертов. По тому, насколько он прорабатывает фонограмму, конечно, я не знаю, равных ему очень мало. Какой смысл покупать, блин, усилители за 10 миллионов, если есть вот такой за миллион, я не знаю. Не, на самом деле, мне интересно, друзья. Вот у меня среди зрителей есть, на самом деле, люди, у которых, я не знаю, там, условные колонки за 10 лямов или 30 пропадают без усиления. Правда, друзья, по ссылочке в описании сходите, блин, возьмите вот этого Блоделия, послушайте, и потом и напишите мне, прав я был или нет, раскачал он или нет. Жду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова